ну что же приветствую вас дорогие друзья сегодня я хочу сравнить два города один будет из латвии другой будет из россии и попросили меня сравнить седьмой по величине город латвии резек на который также стремится стать культурным центром страны и город дмитров из московской области кстати говоря вполне удачная область для обзора уличных панорам так что в этот раз я думаю россия вполне достойно себя может проявить хотя бы по сравнению с такой небольшой страной как латвия города побратимы так что все вполне сносно информацию о городах вы видите на своих экранах давайте же приступим ну и начнем наверно с города резек на и меня попросили посмотреть одно из интересных мест также мы выделим и в дмитрове какое-нибудь место в латвийском городе это будет концертный зал и кинотеатр горс аббревиатуру имеет такую я так понимаю здесь прямых панорам нет изнутри но я нашел довольно таки любопытную панораму которую однозначно стоит посмотреть прямо в начале ролика чтобы понять не только масштабы концертного зала и кинотеатра но и также осмотреться вокруг города посмотрите какая красивая панорама нам отсюда открывается взгляните какая приятная растительность создающая озеленение в городе приятная планировка самих жилых районов видим вот такие вот европейские фасады видим более исторические фасады ну в общем здесь действительно есть чем полюбоваться есть что-то более примитивная также вижу но тем не менее отсюда это прекраснейший вид конечно же в том числе и открывающийся на так называемый горс посмотрите также на эту площадку с фонтаном детская площадка посмотрите как она оборудована здесь уже можно сделать много различных выводов дальше виднеются скверы в общем то чем-то даже похоже панорама на ту воздушную что я демонстрирую в конце ролика мне посоветовал мой литовский подписчик панораму одного литовского города ну и пожалуй для динамичности ролика давайте сразу же перейдем на аналогичное место также узнаваемое среди местных жителей это ледовый дворец к сожалению нет какой-то обширной панорамы можно рассмотреть его рядом вот такой вид нам открывается с вполне неплохой дороги шикарные для российской федерации видно что дела ничем не хуже здесь обстоят погода конечно похоже поэтому может быть это ухудшит картину но в целом видим что видим что вполне современный фасад здания рядом территория облагорожена выглядит очень приятно также похожая картина видите различные флаги также мы видели на стоянке в резек на и ухоженные я бы даже сказал на идеальном уровне газоны клумбы посмотрите как все выстрижено здесь конечно поближе уже не очень но дальше мы видим очень приятную картину площадка выглядит также вполне приятно здесь можно счесть за детскую площадку батут также можно продвинуться дальше видим здесь я так понимаю парковка рядом с ледовым дворцом также выглядит вполне достойно есть брусчатка на тротуаре смотрится все пока что приятно дальше здесь уже какая-то другая территория но также выглядит неплохо возможно это какой-то торговый центр и в более пасмурную погоду мы не можем без крон что-то увидеть вот детский сад я так понимаю это скорее всего какой-то детский торговый центр но может быть это и детский сад такой но как-то больше здесь маркетингом каким-то попахивает выглядит также вполне достойно видим что в целом панорама города хоть из такой точки мы оцениваем выглядит вполне достойно также есть неплохие фасады есть даже что-то европейское конечно архитектура отличается в целом но также на достойном уровне посмотрите дальше мы проходим вот такая вот красивая клумба я так понимаю это новостройки здесь облагорожены скверы дворы ну действительно московская область есть московская область здесь ничего не скажешь и очень радует что хотя бы здесь есть достойные места для жизни в россии не все идеально есть тропинки уродливые вытоптанные есть что-то на обочинах не совсем так уж и хорошо ну я думаю такие мелочи мы где-нибудь частном секторе латвийского города и найдем запросто давайте же теперь приступим к повседневным местам давайте выберем какой-нибудь район не сильно далекий от окраины и не сильно близко к центру но что-то вот между вот на такую улицу мы вышли видим что идет развилка вот такой более оживленной дороги я не знаю куда пойти ну тротуар вполне приемлемый как мы часто видим странах балтии в небольших городах скромная но приемлемая плитка тротуарная с обочинами ну не совсем идеально вижу мусор есть что-то под затоптано дорожное покрытие приемлемое также на обочине есть немного пыли грязи это не совсем радует но дворы как всегда также ухожены в странах балтии что то есть вот такое вот какие-то сараи непонятные ну в целом не сказать что какая-нибудь германия или нидерланды но также все достойно чисто ухоженно смотреть приятно вроде бы и сайдинг который я но в основном считаю не так уж приятно выглядит но тем не менее как то вот все сделано на уровне посмотрите также видим старые столбы деревянные немного не вписываются в такую я бы даже сказал европе zero ванную картину но также мы в западной европе не так давно видели такие это конечно нужно все исправлять это безусловно также не хватает наверное здесь тротуара все-таки не везде он есть но и даже без него улица как-никак смотрится приятно конечно над обочинами может здесь да стоит еще поработать похожая картина что и в россии заезжена в отличие от многих российских да и в целом стран бывшего советского союза за исключением стран балтии посреди дороги нет пыли нет дыр как бы есть приглядеться да сейчас начнут придираться к словам но сами видите что действительно улица выглядит вполне приятно как я уже как-то говорил что больше похоже не на частный сектор а на какую-то курортную зону вот видим скромные снова дворы это вот разница между странами снг и вот сторонами например балтии что во дворе нет какого-то уж прям такого хаоса здесь я вижу что-то накидано но в целом все равно смотрится как-то аккуратно здесь что-то больше на польский двор похоже опять же расположение гараж ворота но вот видите еще один двор давайте перейдем на частный сектор теперь в городе дмитров также не сильно далеко от центра и не сильно близко к окраине ну вот на такие места мы попадаем ну хочется отметить что вроде бы картина и отличается в наверно худшую сторону в плане обочин но в плане домов все неплохо в плане дороги все хорошо стал бы такие же есть что-то относительно новое есть также старые деревянные видно даже на европейском уровне заборы фасады это действительно загляденье вот наконец-таки я вижу как в должном уровне содержат старые российские дворы вернее даже русские и рядом территория также не германия не какие нидерланды бельгия но страны балтии вполне похоже на вот такие вот дворы также что-то вроде бы и заезжено затоптано но при этом есть какие-то цветы аккуратные заборы с травой не так уж все плохо есть зелень видно что не заросшая все камушки даже положили на обочине гравий ну вот это действительно уже хоть какой-то уровень это действительно можно сопоставить со странами балтии вы можете кто смотрит мой канал давно кто не смотрит давно можете зайти посмотреть про страны балтии там я говорил что в тех или иных аспектах российские города проигрывают странам балтии поэтому здесь я действительно могу сказать что это смотрится конкурентно способна посмотрите на этот забор также вот это вот европейский уровень дороги правда поуже и отсутствует уже здесь тротуар но это также было и в резек на такие вот обочины уже никуда не годятся хотя могло бы быть и хуже фасад также снова приемлемый но вот от забора такого можно было бы избавиться либо покрасить просто в общем вид действительно приемлемый более даже чем посмотрите какой красивый европейский вид посмотрите на этот забор почтовые ящики все подобрано со вкусом именно таких дворов и не хватает по всей россии да здесь находиться приятно в какой-то веке в россии не первый конечно город который выглядит достойно в основном конечно это краснодарский край московская область которую мы сейчас смотрим и до этого также были из московской области достойные города посмотрите на это все видно что и палисадник здесь плитка какая-никакая ну так же все достойно уютно смотрится двор посмотрите также ухожен как и в многих дворах страны балтии но здесь снова заросли какие-то пошли на здесь уже и смотреть не на что стандартная россия началась давайте еще один район посмотрим в резек на но перед этим хочу посмотреть парк развлечений в городе резек на меня просили показать в этом городе центр по занятости молодежи но я не совсем понял где это находится называется карандаш по-русски но я так понимаю это где-то вот здесь но я посмотрел действительно достойное место парк развлечений для детей вот посмотрите к сожалению нет внутренних панорам ну вот такого ракурса посмотрите кстати какие домики ну вот это опять же затмевают все такие как бы я не хвалил московскую область но видите вот этот вид но он действительно затмевает то что мы видели в московской области в городе дмитров здесь уже и дороги и столбы без воздушной проводки и тротуары я уже не говорю про дорогу парковку ладно давайте в общем разглядим как-нибудь вот этот парк просто оценим вообще на каком уровне он создан видим здесь и для скейтов и приятные газоны такой вот как сквер парк и видно что он действительно масштабный поскольку на том конце квартала он заканчивается он забор не самый прям идеальный но сдалека смотрится неплохо давайте переключимся поближе к данному месту посмотрите вот здесь висят цветы помню в латвии также на какой-то город смотрели по-моему мой первый ролик о латвии сравнение россия латвия там также такие же цветы висели на мосту как он-то видите уложенные газоны брусчаткой камешками вернее даже здесь какие-то постройки выглядят все солидно все ухожено но действительно европейский уровень здесь видим домики снова на должном уровне вот идут типичные дома латвии небогатые белый кирпич обычный шифер который на постсоветском пространстве абсолютно везде есть зеленая ограда очень приятно смотрится смотрите забор хоть и металлический но он вставлен таким куском дальше идет зеленая ограда и вы сами можете видеть как это адекватно смотрится посмотрите направо вот здесь правда газон под запустили необходимо стричь но чувствуется конечно что подзаросан но еще не так критично и также зеленая ограда видно что во дворе также все приятно какие-то советские плиты перегородки заборные написаны граффити ну не самая худшая картина еще стадион даже есть посмотрите но видно что выглядит неплохо вы давайте еще одну достопримечательность покажу в дмитровграде давайте перейдем в дмитровский кремль вот это здесь есть панораме достопримечательность города таким образом он выглядит но приятное место здесь ничего не скажешь действительно приятно отдохнуть прогуляться полюбоваться насладиться архитектурой тех времен различные прожекторы для вечерней и ночной подсветки так понимаю тропинки из гравия вот это действительно смотрится приятно ну место думаю стоит то было посетить здесь вот какое-то здание тоже отреставрированное приятное конечно на твердую пятерку это все смотрится здесь однозначно и также хочу отметить меня очень сильно радует в целом вот покрытие дорожное вот эта брусчатка я ее практически нигде не вижу как насколько смотрели что-то подобное но может быть где-нибудь западной европе что-то похожее и когда среди нее растет трава но это действительно выглядит как-то сказочно необычно из гравия тропинки также то все приятно лавочки ухоженные фасады даже столбы являющиеся современным атрибутом и даже прожекторы это все создает некий уют и визуальное наслаждение тот кто это ценит тот я думаю оценит по достоинству в общем вот такое сравнение в целом конечно латвийский город в плане общей ухоженности более приятно смотрится частный сектор влад и мне больше понравился больше ухоженных мест из преобладания какой-то хотя тоже много и косяков город дмитров сегодня как и немногие города российские сегодня отличился как я уже сказал московской области все-таки нашлось немало действительно ухоженных дворов даже местами улицы частном секторе смотрелись конкурентоспособна по сравнению с странами балтии но все-таки еще очень очень много чего нужно доделывать даже частные дворы вот хотя бы в латвии мы видели подавляющее большинство дворов частных ухожены то здесь все-таки только некоторые дворы выглядели хорошо не забудьте показать друзьям и знакомым мой ролик кто интересуется данными странами данной тематикой просто расскажите о канале расскажите что здесь проводятся различные сравнения путешествия по городам не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео ну и также можете оставить комментарий со своим впечатлением или советом ваша активность для меня очень важно для дальнейшего развития канала ну и до скорого ждите новых выпусков